1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 1, 2 1, 2 1, 3 2, 3 1, 3 2, 3 1, 4 1, 2 Нападение человека с ножом. Естественно, да, превалирует в первую очередь страх, обычный животный страх за свою жизнь, когда человек видит нападающего с ножом, он начинает от страха цепенеть. Это нормальный природный рефлекс. Этого бояться не надо, этого стыдиться не надо, но нужно уметь управлять этим природным рефлексом и нужно уметь применить на практике те знания, которые вы получили в теории. Поэтому вам и показываются различные блоки, различные сбивы, различные защиты с контратакующими ударами, чтобы вы, опять повторяюсь, имели представление того, как работает система защиты против нападения с ножом. Больше всего, больше всего, не то что бесят, просто выводят из себя, из равновесия комментарии многих диванных действительно спецназовцев, особенно ребятишек, которые, не знаю, насмотрелись каких-то боевиков, каких-то там непонятных систем, как я уже сказал, рябкой и тому подобных, и верят, абсолютно верят голословно, они верят, пардон, они верят беспрекословно в то, что им показывают с экрана. Они уверены в том, что если они, к примеру, будут фехтовать на ножах со своим противником, то они победят. Ребята, еще раз повторяюсь, вам никогда в жизни никто на улице, если у него будет нож, и он захочет на вас напасть, никогда не предложат пофехтовать ножичками. Он просто нанесет вам удар в живот. Хорошо, если просто в живот. Если нанесет удар в печень, все, 20 минут и ни одна реанимация вам уже не поможет. Поэтому прежде чем писать какие-то комментарии под любыми видео, где вам показывается блок от удара ножом сверху, или блок от удара ножом сбоку, или снизу, прежде чем писать какие-то едкие, колкие комментарии, со своими друзьями, с такими же спецназовцами, как диванами, как и вы сами, проверьте на себе при помощи обычного карандаша, будет ли работать ваша система против такого удара. Если вы сможете использовать тот показанный вам блок на экране против нападающего с ножом, значит ваша реакция, ваш опыт, ваши знания больше, чем у человека, который нападает на вас с ножом. Если же человек, напавший, гипотетически нож, обычно авторучка или карандаш, если же этот человек все-таки с первого удара достал вас, значит это не то, что система приема этих не работает, а не работает ваша реакция, не работает ваша скорость. Вот на чем нужно работать вам лично, вот для чего все это вам показывается, чтобы вы умели это применить не только в теории, но и на практике, чтобы вы могли правильно думать, правильно мыслить и случись какая, не дай бог, ситуация, чтобы вы могли в качестве базы основной в голове у себя иметь представление о том, как я должен приблизительно реагировать на нападение с ножом. Маленькое такое короткое видео в высоком формате я решил записать просто потому, что мы уже достали такие вот информаторы, такие комментаторы, которые ничего в жизни своей не делали, никогда даже гантелем не занимались, не то, что в восточном и положении они смотрели только какие-то китайские боевики и считают, что все, что говорят в китайских боевиках, все, что там делают, или то, что показывает Вадим Старов или Миша Рябко, это все супер, это все классно. Уже давным-давно доказано, что система даже того самого Кадочникова ничто, полный ноль. Ребята, задумайтесь, задумайтесь над тем, прежде чем писать, что вы хотите сообщить, что вы хотите оставить в комментариях. Потому что человеку, который выкладывает свое видео, не особо, не то, что неприятно, ему нет особого дела до того, что будут говорить какие-то неученики по его технике. Тем более, что если человек занимается 20, 30, пускай 40 лет восточными наборствами, у него уже есть какой-то опыт, у него есть уже знания. А раз он вам показывает это, если он с вами делится своими знаниями, значит, стоит к этому прислушаться, а не пытаться его скорбить. Ну вот и все, что я хотел сказать. Всем удачи, пока. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями. Поделиться бабосиками, чтобы у нас было больше денег на капучино, на кофе и так далее. И, естественно, моя просьба, старая просьба, моя желание о покупке хорошего дистанционного микрофона. Кому не жалко своих кровно заработанных, пожалуйста, делитесь. Мы вам скажем только спасибо. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok